Место падения еще одного самолета времен Великой Отечественной войны установили тверские поисковики. В Торжокском районе им удалось найти обломки истребителя ЛАГ-3, который разбился в январе 43-го года. Подробности у Романа Быкова. О том, что в районе деревни Пустошко Торжокского района зимой 43-го разбился советский истребитель, было известно давно. Причем машина погибла не в результате боя с немцами. Это был учебно-тренировочный полет. В Центральном архиве Министерства обороны были обнаружены документы по расследованию летного происшествия авиационной катастрофы, произошедшей 26 января 43-го года, в ходе которого старший лейтенант Томильченко наскочил на самолет своего ведущего, после этого вошел в штопор и самолет покинуть не смог. И вот сводная группа регионального отделения поискового движения России в составе отрядов ИСТОК, Земляки, Тверичи, Русь, поиск выдвинулся к месту падения. К ним присоединились и представители Московского центра современной истории. После многочисленных встреч с местными жителями и проведя ряд полевых выходов, обломки самолета ЛАГ-3 удалось обнаружить. В ходе разведки сводной поисковой группы были обнаружены несколько фрагментов алюминиевых частей, принадлежащих самолету, и алюминиевые трубки. Теперь основная задача отработать место авиакатастрофы на наличие останков пилота. Ведь хотя и есть информация, что Анатолий Томильченко похоронен в деревне Пустошко, однако по своему опыту поисковики знают, что не всегда информация о месте захоронения членов экипажа соответствует действительности. Поэтому работы будут продолжены. Анатолий Томильченко